Петропавловка, село Лискинского района, на левом берегу реки Дон. Петропавловка имела первоначальное название – хутор Осинки, Слобода Осиновая, Слобода Веселая, село Лискинского района. Расположена на левом берегу реки Дон, в 60 километрах от города Лиски. Основана как хутор около 1780 года. Позднее рядом появился хутор Веселый. В середине XIX века хутора слились и получили общее название по местной Петропавловской церкви. Входила в состав Острогорского уезда, принадлежала помещикам Тивишовым. В 1872 году построена Каменная Тихоновская церковь. 200 лет назад из Слобод, Щучья и Колыбелки, расположенных по правому берегу Дона и принадлежавших крупным землевладельцам Тивишову, на левый берег реки перегоняли скот для нагулов в пойменных лугах. Тогда же за рекой появились первые скотоводческие хутора, где жили пастухи. Один такой хутор в 2-3 домика основали колыбельские жители. Он был расположен у небольшого осинового леса и получил название Осинки. Этот хутор, позднее разросшийся в большое село Петропавловку, был отмечен в документах 1780 года. Осинки росли. Рядом появился еще один хутор. Видимо, на это место господа выезжали на пикники, почему хутору дали игривое название – Веселый. В последующее время оба хутора слились и получили общее название Петропавловка. В описании Острогорского уезда 1829 года эти хутора еще считались раздельно. По данным 1900 года они числятся единым селением с названием Петропавловка. Помещики Тевешовы владели этим поселением. Сам род Тевешовых произошел при следующих обстоятельствах. В 1382 году при великом князе Дмитрии Донском выехали из Золотой Орды три брата. Орды Хозя в святом крещении Азарий, постельничий Тахтамыша. Бахты Хозя в крещении Ананий. Имаматы Хозя, а в крещении Михаил. В степенной книге упоминается, что крещение их произвело в Москве большое впечатление, потому что они были в Орде знатными сановниками. Крещение производил митрополит Киприан. При закрепощении восточной части Слободского края в начале XVII века огромные наделы оказались в руках казачьих полковников Тевешовых. Петр Великий за верную службу по охране Украины отдал вечное владение с указанием границ полковнику Ивану Ивановичу Тевешову следующие поселения. Колыбелку, Марке, Солдатку, Переезжую, Грядякин, Ивановку и другие поселки. Все эти поселки Иван Иванович Тевешов передал своему сыну Степану, а другому сыну Ивану достались лишь Слободы, Росош, Ольховатка, Михайловка и село Воскресенское. Таким образом, нынешний Острогорский уезд был отдан Тевешову за их заслуги. В 1900 году в Петропавловке имелись одно общественное здание, земская школа, три лавки. Крестьяне Петропавловки вместе с хлебопашцами соседних сел вели борьбу с угнетателями. В июне 1906 года они потребовали от помещиков Тевешова и Полякова увеличить количество земли, сдаваемой в аренду. После отказа помещиков крестьяне грозились самовольно запахать землю. Была сожжена усадьба помещика Тевешова близ Петропавловки. Волнение нарастало. Хлебопашцы собирались звонить в набат. Это подняло бы на борьбу с угнетателями всех крестьян Петропавловки и соседних сел. Но помещики опередили их. В Петропавловку вошли вооруженные стражники, произвели несколько арестов и выступление было подавлено. В 1929-1930 годах создано пять колхозов, которые позже объединились в одно хозяйство. В период боевых действий на Дону с 5 июля 1942 года по 15 января 1943 года Петропавловское поселение входило в прифронтовую полосу. Население было эвакуировано в Бобровский район. Оборону сел держала 219-я гвардейская стрелковая дивизия. Многие петропавловцы добровольно вступили в ее ряды, стояли на защите донских рубежей, а потом прошли боевой путь на запад. Уроженка Петропавловки Ольга Клюквина была секретарем комсомольской организации. Добровольно вступила в партизанский отряд. При выполнении боевого задания была захвачена гитлеровцами и приняла геройскую смерть. В ходе оборонительных боев на Лискинском участке Воронежского фронта совершила подвиг ученица городской средней школы номер 12 Лилия Федодеева. Несколько раз она скрытно переправлялась через дон в район Щучья Колыбелка и приносила в штаб 727-го стрелкового полка 219-й стрелковой дивизии ценные разведданные. 9 августа 1942 года при выполнении очередного задания юная героиня погибла. Жизни подвиг Лилии Федодеевой вошли в летопись Лискинского района. Слова о ней разнеслась за пределы области. Кто она и как жила, как сражалась с заклятым врагом. Из воспоминаний матери юной героини, жительницы города Лиски, Клавдии Тихоновны Федодеевой. Жили мы в Лисках. Мой муж, отец Лили, Алексей Гаврилович, работал на железной дороге. В 1928 году у нас родилась дочка. Назвали мы ее Лилией. Росла она очень активной и любознательной. Еще до школы научилась читать и писать. Любила слушать и рассказывать сказки, читала стихи. В школу ходила как на праздник. Училась отлично, была дисциплинирована и опрятна в одежде. Любила играть с мальчиками в войну, причем всегда в этих играх верховодила. Летом 1942 года война подошла к Дону. Лиски часто бомбили. Фашистские самолеты буквально висели над станцией и переправой. В городе гибли люди. Красноармейцы, женщины, старики, дети. Все это проходило на глазах впечатлительной Лилии. Ей в ту пору было 14 лет, но рассуждала она уже как взрослая. «Всем нам нужно идти воевать», — говорила она, прослушав очередную сводку Совинформбюро. Спасаясь от бомбежки, мы в июне решили уйти из города. Сначала в Петропавловку, а затем в сторону Кисляя, к родственникам. В пути исследования, это случилось возле Петропавловки, Лилия спрыгнула с подвода и убежала в ночь. Прошла половина июня, июль, начался август. Терпение наше иссякло. Алексей Гаврилович пошел искать дочь по воинским частям, занимавшим линию обороны на Лискинском участке фронта. В 727-м стрелковом полку в районе Петропавловки он узнал, что наша дочь погибла. Рассказ начальника штаба 727-го стрелкового полка. В первой половине июня к нам в штаб пришла настырная девчонка. Просила зачислить ее красноармейцам в разведку. Маленькая, хрупкая была с виду. Не приняли мы ее, но на второй день она снова появилась в мокром платьице с листком бумаги в руке. Это была схема огневых точек противника, расположенных по правобережью Дона, в районе Колыбелки. «Где ты взяла эту бумажку?» Сама разведала, отвечает. И опять за вчерашнее. Не зачислите, сама буду ходить в разведку. Пришлось все же ее принять, учитывая нашу нужду в разведданных. Назвалась она Тамарой, но ее как разведчицу закодировали пятой. 14 раз пятая ходила в разведку. 28 раз переправлялась через Дон. На лодках, с помощью подручных средств, а чаще просто вплавь. На вражеской стороне она выдавала себя за жительницу Колыбелки, переезжего или щучьего. Маскировалась под вязанкой хвороста, то под сборщицу грибов и ягод, то в незадачливую пастушку. Корову потеряла. Всякий раз она приносила весьма важные сведения о расположении сил противника. Однажды даже командирскую сумку офицера-фашиста принесла с картой и документами. Для нас это был сущий клад, а в стане врага исчезновение планшета вызвало переполох. Среди фашистов возникло предположение, что похищение планшета делала рук Кляйни Метхен, девочке в цветастом сарафанчике. Лили, конечно, знала об этом переполохе, но, презирая опасность, продолжала ходить в разведку. Ее схватили. Она сумела вырваться из лап карателя и убежала. И уже на самом берегу Дона ее настигла вражеская пуля. Бойцы и командиры 727-го стрелкового полка и жители Петропавловки с воинскими почестями похоронили отважную разведчицу Тамару, Лилю Алексеевну Федодееву. На ее могиле установили скромный обелиск, а на том обелиске кто-то из бойцов вывел чернильным карандашом. Отомстим за Лилю. Много лет прошло с той давней поры, но подвиг юной разведчицы и ее светлый образ не забыт. Свято чтут память о Лиле школьники города Лиски и села Петропавловка. Во многих школах именем отважной девочки были названы пионерские отряды и дружины. В средней школе номер 4 города Лиски были созданы уголки, посвященные Лиле Федодеевой. В настоящее время в селе Петропавловка имеются средняя школа, библиотека, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение. И проживает там около 600 человек. Субтитры создавал DimaTorzok